денис приветствую тебя привет совместный эфир мы с тобой традиционно для тех кто следит за нашим совместным контентом разбираем рыночную ситуацию и смотрим на нее в двух плоскостях техника и фундамент друзья за вами традиционно финальное решение какая точка зрения вам импонирует но могу сразу как бы небольшая прелюдия в последний месяц когда на мы разбирали ситуацию со денисом у нас в принципе мнение сходились по большинству идей которые вам давать и соответственно надеемся что многими из них вы воспользовались и смогли на этом заработать ну а мы продолжаем в принципе разбирать то что происходит в моменте фон сейчас крайне интересный к вид который долгое время обсуждали сейчас немножечко ушел на второй план и я надеюсь что к нему не возвращаться все меньше и меньше но сейчас есть новая насущная тема это то что происходит в штатах именно и до разногласий республиканцев и демократов по двум принципиальным жизненно важным вопросам это финансирование госучреждений и повышение потолка лимита государственного долга и эти темы сейчас номер один поскольку есть конкретные дедлайны а сроки когда должно быть решение должно быть получено разрешение продолжить это финансирование от американских законодателей первое это 1 октября то есть завтрашний день вопрос который будет касаться финансирования госучреждений если до конца сегодняшней торговой сессии республиканцы и демократы не смогут прийти к общему знаменателю и не продлят период финансирования госучреждений завтра сша вынужден будут объявить так называемые шатдаун это приостановка работы правительственных учреждений но куда более важная тема это потенциальный дефолт сша и банкротства экономики если до 15 октября не будет решения которое позволит повысить потолок государственного долга потому что по комментариям министра финансов сша джанет елен средства которые сейчас идут на исполнение обязательств по облигациям будут полностью истощены я имею ввиду качестве ликвидности имеющихся у министерства финансов уже как в середине месяца и если сша не смогут платить по своим долгам это не только для сша привычная практика для любого региона для любой страны для любой компании эта дорога к дефолту и банкротства дениса мы вроде как и тем самым затрагивали уже и конечно же мы не идиоты прекрасно понимаем что дефолт он невозможен потому что все таки это не гонолулу какой-то это американская экономика и конечном счете под самый финальный аккорд решение будет но я думаю полагаю что до шатдауна все таки дело дойдет и если вспомнить самый серьезный негативный эффект последнего шатдауна который я очень хорошо помню дотянулся просто на многие недели это было почти почти 10 лет назад а тогда американская экономика потеряла десятки миллиардов долларов из-за на простое это очень больно сказалось на экономическом росте сейчас когда сша только лишь овстают с коленку а видно так ну будем ждать опять же положение обсуждения между конгрессменами сегодня как я уже отметил скорее всего завтра будет шатдал на понедельник этой теме я вернусь друзья на своих брифингах посмотрим что к чему ну а пока что в моменте давайте оценим ситуацию на рынке европейская валюта сейчас стоит отметить что из-за вот этих панических настроений которые в моменте присутствует денис меня только что показывал просто великолепно футболку свою у него одна из клавиш как раз паник может показать кнопок да в общем сейчас вот эти панические настроения которые есть на присутствовать явно на финансовых рынках стали причиной распродажа все что имеет отношение к риску доллара в этой связи очень неплохо подрос и сейчас котировки 94 35 я признаться не думал что так высоко сможет и забраться но есть то что есть и каких-то новых рекомендаций я бы не стал давать сейчас по американской валюте стоит ждать уже развязки событий и не лезть в рынок я думаю что вот по индексу доллара потому что он как бы основной инструмент который придет первым движение по факту решений в сша не лезть в рынок по индексу доллара вот ближайшие две недели до тех пор пока конгрессмены не договорятся а что касается локальных возможностей которые есть то на фоне вот этих панических сбросов я ранее рекомендовал шортить ряд рисковых активов в частности европейскую валюту до отметки 1 16 но сейчас могу сказать что потенциал книжения еще точно не исчерпан я смотрю параллельно на рыночное настроение которое показывает что большая часть трейдеров покупают считаю что евро уже достиг своего дна как правило из этого нужно сделать вывод что будет второе дно и еще ниже пару идет поэтому подумаю что где-то до 1 15 можно еще рискнуть и поработать в рамках вот этого локального нисходящего тренда попробовать идти еще ниже рынок нефти по нефтянке я жду все-таки восстановления из-за вот этой долгоиграющей нашумевшей истории которая толкнула бренд буквально две недели назад и на прошлой неделе и даже в начале этой неделе это многолетний максимум максимум с 2018 года это наследие именно того что очень сильно просили запасы это следствие вот эта восходящая динамика того что он эксперт инвесторы трейдеры может быть недооценили темпы экономического восстановления мировой экономики это еще сохраняющийся простой ряда нефтедобывающих мощностей мексиканском заливе из-за влияния урагана и до который оказался которая казалась самым разрушительным для нефтяной инфраструктуры вообще за все время наблюдения за истории превзойдя даже последствия урагана катрина и еще важный нюанс буквально прошлом месяце сша точнее китай приняли особую директиву обязательным к исполнению которая предполагает значительное сокращение выбросов и диоксиды углерода а если кому-то нужно пояснить что это значит это значит то что промышленные предприятия в обязательном порядке в экспресс-порядке стали переводить с угля на газ и мы увидели тот скачок цен на газ который имел место быть когда полномерно с начала этого года все к этому шло и газ восстановился с двух с половиной долларов до 7 и сейчас из-за того что цены против конские на газ многие потребители на страновом уровне не могут позволить обслуживать предприятие как в качестве источника генерации энергии газом и подумают о переходе на альтернативу то же самое дизельное топливо нефть продукты и так далее вот переход на альтернативу я думаю что по мере начала зимнего отопительного сезона может стать очень серьезным бустом для котировок нефти и отправить выше восьмидесяти долларов за баррель с цели в глобан с акции там на отметке 90 поэтому я предложил сделку вы сейчас дождаться пробоя линии локального нисходящего локального главный тренда дождаться закрепления там на уровне 78 50 и купить с целями там 83 85 это краткосрочная сделка с топом там если мы входим на отметки 78 50 там можно 1 доллар 77 50 так что касается рынка золота то есть в частности из-за того риска который обозначил из отдаун и дефолт я думаю что золото может себя проявить еще хорошем смысле то есть неплохо вырасти но если говорить о потенциальном росте я думаю что покупать стоит не раньше закрепление золота выше уровня 1740 пока этого не произошло в рынок лучше не лезть где нет слова тебе сейчас хорошо трансляцию начал думаю меня уже видно и так в принципе я солидарен с твоими мыслями что собственно приятно на самом деле думаю тебе и мне заключается солидарность в том что по индексу доллара значит цена как раз пришла к той зоне зоне о которой говорили еще на прошлой недельке то есть это по моему мнению самая сильная зона самый сильный диапазон потому что очень классные во-первых и уровни здесь находятся да и технические и локально зона перекупленности у нас будет в районе 94 30 94 80 ну если взять у среднего на в общем девяносто четыре с половиной я думаю что это пока еще не предел еще чуть чуть выше там где-то 94 50 94 70 цена еще может добить ну а затем жду в хорошую такую разворотку вниз потому что здесь общая структура то есть при движении вниз если брать такой более глобальный вариант который дневной график поэтому здесь видно еще с семнадцатого года и начало роста восемнадцатого года у нас был изначально тренд мощный вверх потом кульминация эту после этой кульминации полное перекрытие вниз и сейчас вот такая вот так называемая плоская коррекция то есть как плоскость проходит и чаще всего потом вторая ее фаза идет как минимум вот к этому экстремуму то есть у нас здесь как раз локальный уровень проходит есть конечно же потенциал движения ниже но сейчас мы говорим хотя бы там ближе перспективы ближайшего месяца скажем так то есть это думаю на октябрь как раз могут все это дело под затянуть может быть кусочек ноября еще затронут в общем как минимум движение от девяносто четыре с половиной до девяносто один с половиной ну и следовательно остальные валюты поддержит это в противоположную сторону если все это переводить на евро то евро естественно в противовес здесь цена уже подошла к очень сильной поддержки вот ее можно видеть то есть это нижняя граница канала плюс стратегические уровни сюда попадают плюс очень близко находятся опционные границы нижней границы месяца причем как текущего месяца так и следующего вот они оба и м1 и м2 вот где находится страйк и вот находится от этого страйка две премии поэтому я думаю что вниз скорее всего еще до бой по евро дадут а затем уже будем смотреть в разворотку но с текущих я не вижу разворотки честно потому что даже с позиции кумулятивной дельты у нас есть просто сумасшедший набор по аскам то есть это что такое это соответственно сэллимит то есть когда цена падает вниз происходят сделки кумулятивных которые проходят с рыночной по аскам это и есть движение на сэллимитах и чаще всего это означает что если сейчас она будет формировать коррекцию вверх то в дальнейшем все равно произойдет добой вниз там с обновлением минимума тип тем более у нас даже вот видно в стакане заявок на cmi есть кто-то очень крупный продавец то есть это лимитный продавец поэтому я думаю что что наподобие вот такого движения там может где-то 15 с половиной плюс минус потому что там четких зон нету это динамические лишь уровни и потом уже только смотреть более-менее хоть в разворотку то есть я вот так мыслю через добой что касается нефти по нефти я тоже самое больше придерживаюсь вариантов все-таки роста очень красиво денисто на связи да я на связи у меня просто отрубался на ненадолго продолжай денисто попробуй потушить камеру если ты меня слышишь и остаться только на демонстрации рабочего крана да сейчас да сейчас попробую секунду да вот сейчас видно тебя слышно ну на всякий случай да но я сейчас попробую просто его так перезагрузить кто может быть просто роутер перезагружался здесь турции так и на это немножко похуже чем в других странах так хорошо и касательно еще раз основной интерес именно на 80 находится поэтому я думаю что нам попытаются сделать что-то наподобие вот такой коррекции к нижней границе канала это было бы очень красиво такое увидеть и затем уже верхней границы как раз на 80 то есть здесь самый большой вот интерес есть у крупняка на текущем опционном контракте здесь просто очень очень классно все это вписывается тем более экспирация будет 1 октября у нас это получается она в принципе уже все то есть сегодня завтра последние дни опционов торгуются и следующей неделе у нас вот верхнюю границу практически уже двинули на все равно находится выше поэтому я лично где-то до 80 думаю 79 80 в этом районе по нефтянке рост после коррекции так и золото вот по золоту честно пока что непонятно потому что ближайшую поддержку цена пилит то есть ее как бы пробить не пробили полноценно но то же самое время распиливают здесь я честно не берусь утверждать каких именно уровней там может начаться рост я по-прежнему до конца года считаю что нефть очень хорошо вырастет единственное что здесь нужно как минимум видеть вот такую комбинацию то есть комбинация перекрытия должна быть сделана то есть примерно вот в таком виде движение вверх что перекрыть хотя бы последний сегмент затем уже внутренняя коррекция вот и только после этого уже можно говорить о каком-то более-менее существенном движении потому что сейчас текущих могут и дальше вот так вот вниз ползти до вот этого перекрытия здесь делать нечего то есть если дадут перекрытие будем работать не дадут перекрытие соответственно будем тогда просто ждать в режиме ожидания поэтому только при закреплении выше чем 1760 если в районе четырехчасового графика там закрепимся тогда только будем мыслить с позиции продолжение общего глобального долгосрочного роста да да такие мысли все понял тебя денис большое главное как написано футболке не поддаваться панике присоединяемся к этому комментарию потому что действительно эмоциональный трейдинг это трейдинг который ведет к очень плохому финалу нужно сохранять холодную голову друзья для того чтобы это делать нужно прекрасно понимать на основании чего принимать торговые решения что закладывается в их основу и всегда все это сопровождать правилами риск-менеджмента вот тогда у вас все будет прекрасно замечательно вы будете постепенно расти как трейдер над собой и над всеми глобальными рынками добьетесь в общем тех результатов которым стремитесь и не со еще раз тебе большое спасибо за анализ я пожалуйста идем в завтрашний день посмотрим как там поведут себя американские конгрессмены будет ли это решением будет ли шатдаун если нет то обсудим все это уже по возможности если у тебя будет время в следующий четверг я думаю что точно будет о чем поговорить в плане новостном и фундаментальном хорошего у тебя закрытия недели классных выходных да спасибо тебе тоже и всем пока пока спасибо пока пока